Привет всем! Создаем подложку из флейков по классической схеме на однокомпонентном биндере. На 300 грамм этого биндера высыпаем 50 грамм флейков. Я использую в данном случае 200 микронные флейки. Наливаем в краскопульт без фильтра, ибо они забьют его и ни один не провалится в краскопульт. Наносим флейки равномерно, от края до края, сверху вниз и обратно. Не пытайтесь сразу завалить флейками всю поверхность. Лучше пройтись несколько раз по одному и тому же место, чтобы более контролировать процесс нанесения. Ибо если вы нальете большую лужу флейков, и она поплывет, то устранить этот наплыв будет крайне сложно. Флейки должны быть утоплены в биндере, ибо он их склеивает. Они не должны лежать сухо на поверхности. Утонувший флейк в биндере ложится плашмяком, создавая максимально гладкую, не шершавую поверхность в итоге. И отражает он большое количество света под большим углом и радует своей искристой серебристостью. В отличии от флейка, лежащего в сухо, торчащим плавником и отражающий свет под очень маленьким углом. А под остальным углом он просто выглядит как черная невзрачная точка. Кидаем на детали 2-3 слоя с межслойной сушкой где-то в 30 минут. Можно укрыть это все чистым биндером без флейков. 1-2 слоя. И оставляем сушиться на сутки, желательно. С утра обычно я матирую биндер для лучшей адгезии. И не забывайте, что в биндер мы всегда добавляем 5% отвердителя. Чтобы он лучше просох, стал более жесткий и увеличилась адгезия к последующим слоям. И из этих слоев он не напитал в себя много разбавителя. Из-за чего в дальнейшем может отслоиться лак. Лакируем по схеме как автомобиль. Первый легкий пропиточный слой с 20-30% разбавителя в зависимости от густоты вашего лака. Этот слой пропитывает хорошо высохший слой биндера и намертво в него вцепляет. Сушим 20, а то и 30 минут, чтобы хорошо испарился весь лишний разбавитель и в дальнейшем у нас не закипел лак. Для следующих полных 4 слоев лака я развожу его без разбавителя, чтобы он дал меньше усадку и опять же не спровоцировать закипание. Так как чем больше слоев вы нальете, тем больше вероятности, что появятся коры либо кратера из-за испаряющегося разбавителя с нижних слоев лака. Естественно, межслойную сушку для каждого последующего слоя надо делать увеличенным интервалом от получаса до часа. Минимум нужно положить 4 слоя лака, потому что вы его еще будете перешкуривать. Если вы сделали все правильно, то у вас будут достаточно гладкие, искрящиеся, блестящие эффектно-сверкающие детали. Мода детали красить флейками намного удобнее, так как между ними есть пространство и от деталей к детали не прилетают сухие флейки и не портят всю общую картину. В отличии от автомобиля. Лак необходимо очень хорошо просушить в течение нескольких дней и желательно под высокой температурой, чтобы он дал максимальную усадку. Так как флейки все равно имеют определенную шершавость и эта шершавость лаком обрисуется, испортив весь поверхностный глянец, который вновь сообразовавшийся шагрой мы стачуем абразивом 400 для дальнейшей кастомной покраски. Продолжение следует...